Всем привет! Ну, наконец-то у нас позитивная история отношений с турком. Я зачитаю вам несколько историй сегодня, которые написали мне девчонки-подписчицы. Надеюсь, вам будет интересно это послушать. И я хочу сказать, что я также жду ваших интересных. Самое главное, чтобы в сюжете вашей истории было что-то такое неординарное. Чтобы это было не такое, как у всех, но при этом с позитивным окончанием. Чтобы люди поняли же саму суть, посыл, что не смотря на какие-то преграды, проблемы, либо интересные, невообразимые совпадения и случаи, что все может закончиться позитивно. И существует любовь, чтобы был какой-то позитив и добро. Давайте приступим. Здравствуйте, Гарри. Вы просили написать позитивные истории отношений с турками. Зовут меня Марина. У нас история не совсем обычная. То ли судьба, как говорят все мои турецкие родственники, то ли воля случая. Когда мне было 14 лет, я прощала птичку певчую. И настолько она мне понравилась и показалась необычной, что я перечитывала ее еще очень много раз. И моей мечтой было прочесть ее в оригинале. В университет поступила на английскую филологию. На втором курсе нам надо было выбрать третий иностранный язык. И случайно узнала, что есть турецкий в университете и не могла пропустить эту возможность. Приблизительно полгода спустя я познакомилась с турком в интернете. И тогда, 12 лет назад, только начинались все эти сайты, интернет. Я искала друзей для практикования английского, переписываться еще с парочкой людей. Сообщения его были странные, сухие. Типа там, привет. И в одном сообщении, а в другом, как дела? В таком плане. Он сказал, что работает в моем городе. Как потом он мне рассказал, ему было скучно. И он решил кому-то написать. Вообще, это совершенно не в его характере, все эти переписки и соцсети. Более случай или судьба, кто знает. В общем, мы начали переписываться и в мессенджере уже, но встречи я даже и не думала. Одна, что он сказал, что поехал к незнакомому человеку. И в конце концов, я решила, что такой шанс может мне больше не представиться. И попросила привезти мне книгу, птичку, певчую. А сама решила купить ему книгу взамен на русском языке. Потому что деньги наотрез отказался брать. Я ему написала, что да. Ну, в общем, через несколько месяцев мы наконец-то встретились. Я забрала книжку и минут через 10 сбежала домой. Неловко мне было с незнакомым человеком. Так мы продолжили общаться. Потом обменялись номерами телефонов. Ходили, гуляли, разговаривали. В театре я его водила. Хочу отметить, что я, исходя из стереотипов, решила, что он рабочий на стройке. Говорила ему, что надо русский подучить, тогда проще будет жить в Украине. А потом оказалось, что далеко он не рабочий, а архитектор, заведующий проектами. Жил он с кузеном дядей. И кузен, кстати, тоже встречался с украинкой и женился потом на ней. Так мы прообщались 4 года. Я училась тогда. Года через 2 общения мы поехали летом на свадьбу другу кузена в его родной город в Турции. Заодно познакомилась с семьей. Я очень переживала, начиталась в интернете истории о всяких свекровях и высказала ему свои переживания. А он мне сказал, если моя семья любит меня, то и тебя она полюбит. Так и вышло. Приняли очень хорошо, как дочку. До сих пор так. Спустя 10 лет. Они всегда принимают мою сторону в каких-то конфликтах, которые, конечно же, случаются иногда. И все даже кузины удивляются, насколько я смелая, самоотверженная, что бросила свою семью и приехала в Турцию. В 2012 году мы поженились в Турции. Родители мои против не были. Только мама боялась, опять же, из-за стереотипов, что меня покроют, заставят дома сидеть. Но после знакомства с родителями мужа она успокоилась. Живем мы в не очень большом городе на востоке Турции. Город достаточно консервативный, много закрытых. Поэтому, конечно, есть свои плюсы и минусы. Но, как вы и говорили в одном из своих видео, человек постепенно принимает культуру и меняется. По желанию, конечно. Я христианка. Никто, кроме одной сверхрелигиозной тети, даже не предполагал мне сменить веру. Они считают, что главное, чтобы человек был хорошим. В семью нашу никто не лезет, приходит обычно после звонка, никто не смотрит, насколько у меня дома чисто. Ну и, видя такое отношение, я сама стараюсь стать лучше. У нас родился малыш, ему уже два с половиной года, и называли ему его в честь свекра, старинным именем турецким. Такова была просьба моего мужа, еще когда встречались и я по тогдашней глупости, влюбленности, согласилась, а потом уже назад слова не заберешь. Ему это важно. Он сам назван в честь деда. Сын говорит на русском, на турецком, и все близкие родственники очень этому рады. Вот так мне повезло в жизни. Женат уже восемь лет, даст бог, и дальше все у нас будет хорошо. Если будут вопросы, пишите, отвечу в комментариях. Будьте здоровы и берегите себя и своих близких. Отличная история, кстати, замечательная. Вот еще одна история у моей подписчицы. Галина, добрый день, смотрю ваш канал и хотела бы поделиться позитивной историей, так как вы говорили, что такие истории тоже важно знать людям. Не знаю, насколько моя подойдет, но мало ли. Мы познакомились через Тиндер. Я там была какое-то время, не искала специального иностранца, а он был как-то проездным в Москве, путешествовал с другом. Поэтому мы там совпали. Но когда стали общаться, он уже был в Турции, так что встретились мы уже позже. Оба сидели в Тиндере, больше от скуки, и уж точно ничего такого не ждали, тем более, что живем в разных странах. Поэтому я сразу это общение воспринимала только как возможность поболтать. Так мы и стали говорить о музыке, философии, литературе. И как-то за несколько дней поняли, что хотим увидеть хотя бы в чистую дружеской... Хотим увидимся, хотим увидеться хотя бы в чисто дружеском формате. Дело близилось к майским праздникам, и так как он живет у моря, на Эгейском побережье, то я решила, что будет здорово отдохнуть там заодно и увидеться вживую. Пока собирались в поездку, наше общение стало еще более близким, и мы оба разговорились о любви. Для него это было необычно, так как он до меня не был в длительных отношениях никогда. Он молодой, совсем 24 года тогда был, и вообще он был весь такой мальчик-звезда вечеринок. С одной своей стороны, а с другой юноша с довольно тяжелой судьбой, тяжелым детством. Как и я. В итоге я прилетела, и как-то сразу было ощущение, что это мой человек. В первый же вечер он говорил о браке, детях. Я думала, что он для красоты и речи, а потом удивилась, так как он был полностью серьезен и сказал, что когда я уезжала, что хочет, чтобы я переехала к нему уже сейчас. Через месяц я так и сделала. Через 4 месяца он сделал предложение, мы поженились, и сразу же мы уже узнали, что ждем чудного малыша. Но у меня муж во всем, во многом не типичный турок. Он очень современный, совсем молодой, любит рок, у него много татуировок, хотя какие-то вещи все же вполне культурно-типичные, привязанность к своей кухне, дом открытый для гостей, эмоциональный, склонный, ревновать. В общем, с семьей его проблем никаких не было. Но у него и не очень-то нетипичные молодые родители отношения, у них очень неблизкие. У меня тоже неблизкие отношения с моими родственниками и сложное детство, поэтому нам просто понимать друг друга во многом. В моей истории, наверное, мало именно турецкости, турецкого, и по сути мы просто два человека, которые нашли друг друга. Я, кстати, полностью с вами согласна, да. Порой, вот смотрите, негативный какой-то опыт, проблемы с детства с родителями, вы правильно вывели уроки для себя, и вам удалось встретить такого человека, который в этом моменте вас помнимает. Как психолог скажу, в чем это хорошо для вас, то что вы оба будете держаться за семью в будущем. Вы будете более поддерживать друг друга в тяжелых ситуациях, помогать друг другу, и вам будет проще преодолевать какие-то моменты. Если у вас будет хорошее открытое отношение, у вас будет доверие друг к другу, тогда это будет очень хорошо. Но на будущее одно скажу, если вы будете чувствовать какую-то отдаленность, вы можете пойти немножко в разных настроениях, по-разному смотреть какие-то ситуации, быть очень разными, тогда этот союз может распаться легко также, потому что у вас будет страх из вашего детства и какого-то негатива, нежелания повторять вот этих ошибок родителей, негатива, когда что-то такое начнется в ваших отношениях, если оно будет, то очень быстро такие люди могут соскакивать с отношений и просто убегать с своего страха. Но этого может не настать, как я и раньше сказала, повторюсь, что если вы будете доверять друг другу, открыто все обговаривать, вместе сообщая идти по жизни и смотреть на какие-то проблемы и ситуации, у вас такой проблемы не возникнет, у вас будет договоренность. То есть ваше главное в семье, в ваших отношениях не утаивать доверие, быть честным, открытым, прямолинейным, не таить и не юлить, и не скрывать что-то. Вот тогда у вас будет вот это доверие и открытость, которой не было с вашими родителями, потому что недопонимание, какая-то агрессия, психотравма от родителей в дальнейшем, это вообще прям 90% это недоверие. То есть из всех пунктов самое будет главное недоверие в семейных отношениях. Вы будете трудно доверять людям и открываться им, если у вас были проблемы с вашими родителями, потому что первые люди, которым мы открываемся, это наши родители. А если этого не было с ними, то в дальнейшем это будет такой урок, что это не нужно делать и с другими. В общем, может быть, кто-то все в этом что-то увидит, я кому-то что-то подсказала. И еще одна история. Галина, добрый день. Смотрю вас уже давно и решила, что пора написать вам письмо. В одном из своих видео вы говорили о том, чтобы наши девочки присылали не только негативные, но и позитивные истории, так что немного расскажу о моей лайф-стори. В 2009 я впервые полетела отдыхать на Анталийское побережье. Насмотревшись на отдельных турков, я поняла, что все турецкие мужчины – бабники. В 2011 году был сложный период. Я не была удовлетворена своей жизнью, были романы, но я понимала, что это все-то не то. Да еще была нелюбимая работа. Я решила, что необходимо съездить, отдохнуть, сменить обстановку. Полетела одна в Анталию и в отеле случайно познакомилась с молодым человеком, который оказался турком, но он там не работал, а так же, как и я отдыхал. Мне он сразу понравился, но если забегать вперед, он говорил, что я ему тоже сразу понравилась, но он не знал, как ко мне подойти, потому что я общалась с нашими соотечественниками очень милая, а когда я видела его, то была немного высокомерной. Не знаю, как лучше объяснить, но сразу почувствовал, что я знаю себе цену. Только на третий день моего пребывания в отеле он решился пригласить меня на кофе. Я согласилась, но очень переживала, как же мы будем с ним общаться, ведь я, естественно, не знала турецкого, он очень плохо знал английский, да и он немножко английский и всего там и три слова по-русски. Мы проболтали весь вечер и уже не смогли расстаться. Встречались 4 года и почти 5 лет я уже замужем за этим мужчиной. Когда мы только встречались, то оба работали над тем, чтобы доверять друг другу. Хотя мой муж Турек не спешил жениться, на момент нашего знакомства ему было уже 28, а мне 24. После двух лет отношения на расстоянии я поставила ему условие, либо он мне делает предложение руки и сердца, либо мы расстаемся. Я была решительно настроена, он испугался, что может меня потерять, и мой очередной приезд в Стамбул сделал мне предложение. Потом прилетел ко мне в Петербург, я показала ему город, познакомилась с моим папой. Мой папа сразу сказал, что он не против, чтобы я вышла за него замуж, потому что он произвел очень хорошее впечатление на него, но и на моих друзей тоже, с которыми я его познакомила. Он был очарователем не только России, очарован не только Россией, но и мной. Я закончила институт, и мы расписались в Турции. Свадьба проходила в моем родном Питере. Мы очень друг друга любим, уважаем, заботимся. Детишек пока у нас нет, но очень хотим, надеюсь, что Бог даст. Я неоднократно слышала, как муж с гордостью говорит своим родственникам и друзьям, что ценит меня, ведь я переехала в другую страну ради него, выучила язык. Для меня это было, кстати, не очень просто. Получила турецкое гражданство, научилась готовить турецкую кухню, поддерживаю ее в его начинающем бизнесе. Хочу еще добавить, что мой супруг никогда не принуждал меня поменять веру, поэтому в нашем доме принято праздновать как Пасху, так и Курбан-Байрам. Конечно, у нас не все было так и ванильно, и зефирно, но мы понимали, что эти отношения нам нужны. С вашей историей я пишу лишь для того, чтобы вы, девочки, лучше выбирали себе мужчин. Сейчас я живу в Анкаре, и у меня много замужних подруг, которые так же, как и я, счастливы со своими турецкими мужьями. Женщина должна быть замужем. Вот такой вывод. Спасибо огромное, что мне писали эти приятные истории. Я за вас искренне, за всех рада. Я жду новых историй, девочки, особенно которые какие-то с непредсказуемыми событиями были, чтобы люди знали, что даже в самых трудных ситуациях есть позитивный выход, либо чтобы люди на этом учились и понимали, что ни один негатив вокруг нас. Всем я желаю любви. Любите своих ближних, своих родных, и будьте счастливы. Спасибо за ваши комментарии под этим видео. Скоро увидимся. Всем пока.